Ну вообще город Саванна один из самых красивых в Соединенных Штатах, особенно осенью. В этом убедился журналист при университете Беркли, Виталий Атаев-Трошин. И вот его репортаж. Давайте посмотрим. Дорогие друзья, здравствуйте! Приветствую вас с самого востока штата Джорджия. Это город Саванна. Кто бы мог подумать, действительно, этот город заслуживает внимания. Посмотрите, это одно из самых знаменитых мест этого чудесного южноамериканского города. Ну, соответственно, в Северной Америке. Это огромный прототип планеты Земля. И за мной как раз находится Австралия, наш любимый остров Бали, ну и, конечно, Япония, Китай, Россия и все постсоветское пространство. Это одно из тех мест, которые вы можете лицезреть, если вы приедете сюда, на восток США, в город Саванна. Также я хотел вам рассказать еще немножко о других местах здесь, в городе Саванна, где действительно можно провести хорошо время, выходные и любой будний день вашей семьей, всей семьей, либо с друзьями. На самом деле это место называется Глоб Старбакс на проспекте Дерен в Саванне. А огромный шар в виде земли – всего лишь круг, вокруг которого толпятся любители кофе и Старбакс. Этот новый культурный объект открылся 6 июня 23-го года и теперь притягивает таких туристов, как я. Увлекаться путешествиями я начал с раннего детства. Но Америка особенно заинтересовала меня во время работы в аэрофлоте и Трансайро, когда я начал летать сюда в 2010-х. Хотя моя карьера в авиации закончилась, я не переставал путешествовать. Часто я езжу по штатам в поисках приключений и новых мест, ведь наша Америка настолько интересная и увлекательна, что в каждом городе или деревне всегда можно найти что-то новое. Прошедшие выходные я решил провести в городе Саванна, на востоке штата Джорджия. Ранее проезжал этот город мимо, путешествие между Флоридой и Нью-Йорком, но сейчас решил остаться на выходные. Конечно, обо всем сразу не расскажешь и не увидишь, но пары дней достаточно, чтобы прогуляться ночью по даунтауну и пообщаться с местной молодежью. Единственное, что немного подрастроило, это стоимость парковки от 4 долларов за час в центре или на острове Тайби-Айленд, куда многие отправляются, чтобы окунуться в воды Атлантического океана. До обеда я бы порекомендовал съездить в Волт-Форт-Джексон, где вход стоит до 10 долларов за человека. Там можно провести пару часов, наслаждаясь историей древнего города. Талмадж Мемориал Бридж величественно возвышается над Саванной, перенося вас с одного берега реки на другой, и по этому мосту можно добраться до Саванной Конвеншн-центра, который пока, к сожалению, находится на реставрации. А вечером можно пойти в местный ресторан или так называемый бафе, где еду подают по типу шведского стола. Ешь сколько хочешь, пока не лопнешь или пока ресторан не закроют. Как видите, даже в этом провинциальном городке на берегу Атлантического океана с населением чуть более 300 тысяч человек всегда можно найти, чем заняться. Спасибо огромное, что смотрите наш прямой эфир. Уже почти 2000 вместе с нами. Продолжение следует...